И сейчас мы вновь пытаемся связаться по телефону с президентом Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Виннера-Усмановой. Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, слышите ли вы меня? Да, я вас слышу. Отлично. Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, вот что касается теперь процедуры допуска наших спортсменов на Олимпийские игры, какова она будет? В связи с решением МОКУ о том, что теперь решение принимают Международные спортивные федерации. У нас процедура всегда одна и та же. Спортивный результат. А что касается допинга и вот этого скандала, то это вне закона. Потому что прежде всего этот спортсмен должен быть чистый, спортсмен должен быть здоровый. И у нас это поставлено очень серьезно, поскольку малейшие травмы или малейшие какие-то проблемы со здоровьем У нас моментально спортсмен отстраняется от участия в учебно-тренировочном сборе даже. Не говоря уже о том, что какие-то даются препараты, которые непроверенные или которые действуют удручающе и угнетающе на любой орган или на любую часть тела и головы у спортсменов. Ирина Александровна, я правильно понимаю, что если Международная федерация отказывает команде, то шансов уже больше не остается? Ну, я думаю, что Международная федерация, конечно, может принять какие-то решения отрицательные в сторону России. Но вот только что закончился последний Кубок мира, который прошел в Баку сегодня. И из восьми золотых медалей возможных у нас гимнастки выиграли девять. Потому что два вида. Наши девочки поделили между собой первое место, Кудрявцева и Маму. И потом, я думаю, что вообще это будет неинтересно. Это будет неинтересно, если участвуют сильнейшие, победит сильнейший. Это так должно быть на Олимпиаде. Выше, быстрее, сильнее. Вот так должно быть на Олимпиаде. И очень мне жаль тех людей, которые приняли неадекватное решение о том, что осудить невинных. Презумпция невиновности каждый должен соблюдать. И это большой, мягко говоря, не то что ошибка, это большой грех перед человечностью и перед первым законом Божьим, полюбить ближнего, как самого себя. Поэтому тут крепко надо подумать тем людям, которые голосовали и возражали по поводу того, чтобы невиновные дети, дети, буквально дети, которые очень серьезно готовились и тренировались. В частности, у нас выступает девочка Рита, у которой очень в серьезном трагическом положении находится отец. И она свое выступление на Олимпиаде, я ей всегда говорила об этом перед выступлением, должна посвящать своему папе. А Кудрявцева, она выступала на прошлом чемпионате мира с поломанной ногой. И выиграла его, и стала трехпортной абсолютной чемпионкой мира. Сделали ей операцию, и она восстанавливалась. И опять стоит на пьедестале на высшей ступени. И если решение такое было бы принято, это преступление против мира и человечества, я считаю, на уровне детей. А это самое страшное. Ирина Александровна, ну и вот, как только что стало известно, решение МОК, еще одно из решений МОК, и российские спортсмены, не прошедшие дополнительную проверку на допинг, будут лишены аккредитации Международного Олимпийского комитета. Ваши подопечные такую проверку прошли? У нас столько проверок нужно было, мы столько проверок и прошли. Если нужно еще сделать проверки, которые будет проводить независимый отдел ВАДА любой страны, мы к этому готовы в любой момент. Речь идет именно о дополнительной проверке, я правильно вас поняла? Конечно, конечно, дополнительной, о любой проверке. Мы готовы ко всему, к любой проверке, пожалуйста, в любое время дня и ночи. Ирина Александровна, большое вам спасибо. Удачи вам, вашим подопечным на играх в Бразилии. И, конечно же, будем болеть за вас. Я напоминаю, что все члены российской олимпийской сборной должны будут пройти дополнительную антидопинговую проверку для участия в Олимпиаде. Это решение Международного Олимпийского комитета. Российские спортсмены, которые ранее попадались на допингах, не выступят на Олимпийских играх в Бразилии. Решение МОК предусматривает презумпцию невиновности российских спортсменов. Об этом заявил глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.